приветствую всех подписчиков и зрителей на нашем канале в преддверии открытия весенней охоты по водоплавающей дичи я решил сплести из паракорда переноску для добытых трофеев который еще называется тарока плести буду переноску из паракорда 550 цвет паракорда зеленый с черными вкраплениями у меня сделан подвес для манков из такого паракорда решил сделать в комплект к нему еще и переноску для дичи для плетения мне понадобится ножницы зажигалка возможно буду применять специальные иглы для плетения но о том как сплести переноску для дичи из паракорда смотрите в сегодняшнем видео ролике перед началом плетения переноски для дичи необходимо отрезать 5 кусков паракорда примерно метр сорок метр пятьдесят длиной 5 одинаковых кусков далее на каждом из этих кусков паракорда необходимо завязать петлю удавку как она вяжется вот я беру примерно 20 сантиметров паракорда складываю его пополам затем опять в эту сторону его пропускают то есть получается вот в трое как бы скло сложены так далее беру короткий конец и начинаю оборачивать получившуюся петельку много оборотов не делаю 4 вполне достаточно и просовываю свободный конец в эту петлю беру иголку начинаю затягивать петлю за два конца вот у меня получилась петля удавка в обратную сторону сама по себе просто она не растянется сюда затягивается легко обратно только под усилием вот с двух концов сделал петли и так делаю на каждой веревке вот навязал на все пять концов петли с двух сторон дальше я беру и складываю эти веревки одну к одной вот примерно так петли нужно смотреть чтобы все были затянуты одинаково примерно хотя бы чтобы не было разброда у них иначе потом это все будет некрасиво выглядеть в конечном результате вот складываю вместе 5 нитей беру веревку которая была отмерена заранее 7 с половиной метров отступаю примерно 25-30 сантиметров отмеряю середину и вот эти вот пять концов вожу сверху на середину этой веревки вот таким образом далее беру правый конец забрасываю сверху вот затем беру левый конец обвожу вот этот правый сверху просовываю в задней части вот получившуюся петельку вот протаскиваю получается такой вот узелок затягиваю но не сильно чтобы эти нитки однако одной остались хотя бы в начале чтоб вот так получалось вот затянул узел теперь со стороны где получилось петелька беру этот конец закидываю в эту сторону беру второй конец закидываю сверху вот сюда и провожу в эту сторону получившуюся петлю протаскиваю вот он опять этот узел получился затягиваю слегка подтягиваю его средняя затяжка пока сильно не буду тянуть потом их все равно можно будет подтянуть дальше покажу как вот получилось что теперь в обратную сторону здесь получился терпит для беру этот конец закидываю сверху беру второй конец перекидываю его через второй конец из задней части протаскиваю протаскиваю включившуюся петлю затягиваю уже можно чуть чуть потуже вот теперь в обратную сторону вот и таким образом поплетаю все это дело вот что получается думаю что уже догадались что это будет такая как ручка но дальше результаты увидите вот периодически тут надо разминать концы один к одному были вот так и плетется потом можно подтянуть плотнее сделать чем плотнее они будут соприкасаться тем грубее будет можно как палку прямо сделать поэтому сильно тут перестараться тоже особого смысла не вижу но получается конечно красиво теперь выключаю камеру когда буду завершать это плетение уже покажу что дальше делать вот почти закончил плетение осталось буквально пару узлов теперь сравниваем расстояние да вот все осталось примерно по по метру по 80 сантиметров два конца ничего страшного квадратно шнурки пойдут дальше я обрезаю просто и обжигаю концы плавляю зажигалкой и приплющиваю чтобы узел не расходился застывает потом как шляпку гвоздя получается два года уже использую такие вещи пока проблем не возникало вот с этой стороны у нас нету с этой только вот запаял и теперь все петли выравниваю чтобы они были примерно одинаковые также на петлях обрезаю концы и заплавляю в итоге получилось у меня вот такая переноска для дичи с петлями удавками на конце почему петли удавки а не какие-нибудь железные колечки потому что петля удавка она наиболее надежная конструкция и битая дичь из нее никуда не денется в обратную сторону она сама не разойдется петля она работает на постоянное затягивание то есть дичь висит и петля это постоянно затягивается затягивается то есть никогда не получится так что она каким-то образом обратно растянется и дичь потеряется вот у меня получилось на 10 трофеев ну по осенним у нас меркам 5 уток 5 перепелов например вот можно цеплять дичь чем эта переноска удобно переноска это удобно тем что на нее можно цеплять и уток и тетеревов за лапы и зайцев и рябчиков за лапы цепляю на нее зайцев очень удобно за передние за задние ноги его прицепил перекинул через плечо и он у тебя висит как сумка очень удобно носить даже можно два трофея спокойно переносить удобно очень цеплять уток в тех ситуациях когда где-то далеко идешь по воде по залитому какому-то лугу в броднях чтобы утки не тащились по воде можно их нацепить повесить на переноску через плечо либо на шею перекинуть и они будут спереди висеть в общем очень удобно во всех отношениях вещь на охоте увидите как я буду эту переноску использовать убедитесь в том что это очень удобный вариант по поводу плетения подвес из такого же паракорда на моем канале есть видео и в описании под видео я оставлю ссылку кому интересно можете посмотреть как плетутся подвесы для манков также в правом верхнем углу видеоролика в подсказках будут видео по данной тематике также по ссылке в описании вы сможете приобрести данные переноски для дичи организовал небольшое производство таких вещей ссылка будет на группу вконтакте в котором будут размещены цены варианты переносок для дичи варианты подвесов для манков вместе с манками на рябчика с манками на вальшнопа с манками на лесу переходите смотрите подписывайтесь на канал ставьте палец вверх кому понравилось сегодняшнее видео и до встречи подписывайтесь на канал ставьте палец вверху и